Здравствуйте, это Такая Жизнь. Какой нужно быть, чтобы нравиться мужчинам? Этот вопрос хоть раз в жизни задавала себе каждая женщина. Конечно, однозначного ответа нет, но неутомимые британские ученые максимально близко подобрались и к этой животрепещущей теме. Как они выяснили, особенно привлекательны для мужчин коренастые женщины с пышной грудью, широкими плечами и стройными ногами, типа Скарлетт Йоханссон или Мерлин Монро. Но у жюри конкурса «Мисс Краснодар» на этот счет свое мнение. Три дня назад они выбрали самую привлекательную девушку нашего города. Юрий Степанов о красоте по-краснодарски. Им втыкают в пятки 12-сантиметровые каблуки. Их тела мучают мускулистые массажисты, а волосы и лица – косметологи. Они мечтают об этом длинном куске дерева и пластика в подиуме. Это конкурс «Мисс Краснодар-2012». Но сначала предыстория. Бездетность, девичья фамилия, ну и красота, конечно. Это три главных условия участия в конкурсе «Мисс Краснодар-2012». В последнем двухнедельном этапе краевого чемпионата «Манящих глаз и упругих тел» – 15 девиц на выданье. Выйти на этот этап – мечта каждой из сотен претендентов. Я считаю, что в этой жизни надо постоянно совершенствоваться и надо пробовать все. И это очередной этап в моей жизни. Попробовать в этой жизни все в понятии девушек – это, конечно, заграничные контракты и тонны красивой одежды, а не дойка коров или метла дворнички. Потеть в такой жизни красавицам не разрешается даже под жаркими лучами софитов. 90% времени барышни пудрятся. Засланный казачок, а точнее казачка такой жизни – Полина Каратенко. Журналистку «Девятого канала» сначала командировали на интервью с будущими королевами. Добром это дело кончилось. В толпе принцесс – одна наша. Женский кошмар – это когда подбородок не дружит с носиком. Выдержать это жуткое испытание нелегко. Я немножко не буду подбородок туда, носик сюда и так. Нет, подбородок выше, ниже вот, смотри. Ага. Для постороннего зрителя, особенно мужеского полу, танцы – самая притягательная часть тренировок претенденток на титул. Главная задача модели – улыбаться всегда, даже если сломана нога. Наиболее волнительная процедура – измерение попы, талии, ну и всего того, что выше. Портновский метр страшнее самурайского мяча. Очень правильно, ровно, потяни сверху. На выходе из спортзала уставших конкурсанток ставят на шпильки. Звуки бального зала до обидного напоминают конюшню. От топота копыт пыль попа улетит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Походка свободная от бедра пластика пантеры. Служебный роман с профессией главной кубанской красавицы складывается не у всех. Губы не кусать, кулаки не сжимать, а три метра пищевой пленки помогут выгнать из организма лишние хот-доги и гамбургеры. Если и это не поможет, вражеские лишние сантиметры приходится буквально выжигать. Отдаться небритым мужикам в бане – мечта каждой модели. Сегодня для вас мы хотели бы предложить ряд прекраснейших уходов в хамаме, которые подают вам незабываемые ощущения. Правда, если баню называть спа, а мужиков стилистами – все не так страшно. Каждая девушка должна попробовать, поучаствовать в чем-то подобном. Перед показом красавиц, как доходы наркобаронов, нужно отмыть и отмять. Казалось бы, следующий этап – шашлык под водочку, но на столе вновь этот треклятый зеленый чай. Овощи, мне уже от них тошнит. Две недели издевательств, но в последний день перед конкурсом все снова идет по кругу. От такой собачьей жизни хочется рычать. К дню финального этапа четкому равнению на третью грудь слева позавидуют военные. Маршируют конкурсантки не хуже кремлевских курсантов. За час до выхода на сцену в гримёрке полутора десятков красавиц погода нелётная. Туман из лака для волос режет глаза. Просто нажму, и ничего страшного не случится. Ну вы хоть так не близко дуйте, а то вы меня зальёте, и дырка будет у меня там, пятно. В протяжении такой жизни Полина Каратенко дарит коллеге последний поцелуй. Доверяю самой. Никогда в жизни этим не занимался. У кого ещё губки? Есть или нет? Ну не хороша ли? Но конкурентки не дремлют. Розовая кофточка очень идёт к нашему микрофону. Это уже сценический кофтюм? Это, ну да, это сценический кофтюм. Я просто гляжу, всё кто? Глибуди розовые. Розовые глибуди, домашний костюмчик, всё очень сценический. Напряжение растёт. Настя Мурафа, к примеру, уже практически уговорила себя бросить модельный бизнес. Я ничего не понимаю, вот, и просто жду, когда уже начало. За 15 минут до старта такой жизни удаётся прорваться в святая святых конкурса. Это, кстати, не раздевалка, а комната, где хранится королевская корона. Мне она жмёт. Ну, что я могу сказать? Голова у моделей занята другим. Красотой и... Ну, не надо так. Не надо? Мы не будем. Главное не количество, а качество. Короткая церемония открытия, концентрация длинных ног и плоских животов на квадратный метр сцены зашкаливает. Вот сейчас там происходит то, зачем пришло сюда примерно половина зала всех купальников. И не говорите мне, что они пришли туда узнать имя первой красавицы. Всего одно бикини на целых три платья. Была бы моя воля, сделал бы наоборот. Полегчало уже? После купальников, да. На смену одежды девушкам даётся минута. На каблуках они держались идеально, но самое сложное – дефилировать языком. Я думаю, что каждый из нас сейчас чувствует себя настоящей королевой. Спасибо. Трагедия в том, что из 15 королев жюри пришлось выбрать лишь одну. Но сначала назвали имя её заместительницы. Вица-мисс Краснодара стала Дарья Шевченко. Золото вместе с серебряной короной досталось другое. В этом году титул «Мисс Краснодар-2012» и возможность участия в конкурсе «Мисс Россия» получает Настя номер один. Титул первой красавицы «Кубани» Настя Мурафа приняла стоически, хоть бы слезинку уронила. Даже привет никому не передала. Пришлось напомнить о голливудской традиции. Точно! Привет всем, кто меня узнал. Маме, папе, бабушке и нижней баканке, откуда я родом. Там пиво хорошее. Отлично. На пиве растут такие замечательные барышни. Зато Настя вспомнила, что макияж перед выходом на сцену наносил корреспондент такой жизни. Я вот эту вот замечательную серебряную штуку успел померить перед конкурсом. Мне показалось... Мне принесли удачу. Ваша голова. Как? Тяжело? Корона? Тяжелая. Жмет? Приятно тяжелая. Ну пусть жмет, ничего страшного. Я буду терпеть. Условием игры чемпионка отправится в Москву. Настя Мурафа будет претендовать на титул всероссийской красавицы. За ее карьерой мы будем следить. Да, и вот еще. Говорят, лучшим украшением финала конкурса «Мисс Краснодар» стал театр теней, который показала съемочная группа такой жизни. Правда, почему был недоволен режиссер-постановщик церемонии, так и осталось неясно. Вот и все, что осталось от конкурса. Юрий Степанов, Самир Гачаев, Влад Захаров. Обсуждение этой и других тем читайте в бесплатной газете «Вабанк» в Краснодаре каждую субботу. А завтра мы расскажем о любви, похожей на сон. Редкий в наше время случай. Девушка не намерена бросать своего парня, впавшего в кому. Молодого человека избили на спортивной площадке. Врачи не видят шансов на выздоровление юноши, в отличие от его невесты, которая делает все, лишь бы вернуть любимого к полноценной жизни. Об этом завтра, в 8 вечера, сразу после программы «Факты». Это была «Такая жизнь». Мы ждем вашей истории по телефону 254-22-33 или на адрес live9tv-sobaka-mail.ru. До свидания.